Здравствуйте, мои дорогие! Я Михаил Козинник. Я на Чикагском радио BFI. Это радио, цель которого помочь, связать, объединить всех людей, которые говорят на русском языке, связать их культурой, словом, поэзией, музыкой, добром. Я рад, что я здесь. Я сейчас подарю вам еще одну программу, посвященную свободе. В прошлый раз мы говорили о свободе. Я даже читал послание Алексея Константиновича Толстого, графу Лонгенову, послание о дарвинизме, когда совершенно рассердившийся Алексей Константинович Толстой, выдающийся русский поэт, славянофил, один из самых владеющих русским словом людей в истории русской цивилизации, обратился с гневным посланием, очень остроумным посланием, с ироническим посланием, то есть гнев там скрыт за иронией, к начальнику российской цензуры, своему бывшему тогда другу, графу Михаилу Николаевичу Лонгенову, по поводу того, что он запретил Дарвина. И вот тогда мы заговорили о свободе, вот о той свободе, за которую ратовал Алексей Толстой, о той свободе, за которую ратовал Некрасов, за которую ратовала всегда русская культура, русская поэзия, за счастье и свет. Но когда я говорил о свободе, я оговорил один момент, чтобы свобода не была анархией, чтобы она не была преступной, она должна базироваться на очень глубокой и высокой культуре. Культура это и есть тот внутренний цензор, то самоограничение, которое регулирует взаимоотношения между людьми. Ни полицейская система ни в каком государстве, ни приказы и распоряжения сенатов, парламентов и президентов ничего не изменят, пока в основе человеческого фундамента, человеческого существования, цивилизации не будет собственной системы взаимоотношений между людьми на глубоко духовном, поэтическом, риторическом, музыкальном уровне. Может быть то, о чем я говорю сейчас, утопия, но другого пути у цивилизации нет. Для того, чтобы цивилизация выжила и распустилась всеми цветами всего добытого в течение тысячелетий действия величайших умов человечества, необходимо осваивать это знание, необходимо овладевать этим знанием, необходимо слушать великую музыку, которая есть не что иное, как риторика, поднятая на невербальную высоту. То есть настоящая музыка – это всегда риторика. Вот я вам хочу привести такой пример. Давайте мы послушаем первую часть. Первой симфонии Вольфганга Амадея Моцарта. Моцарт написал эту музыку, сидя на коленях у Баха. Что, скажете вы? Это же разные времена. Конечно, разные. Не того Баха, не Иоганна Себастьяна, а на коленях у его сына, Иоганна Христиана Баха. Ведь у Баха было 20 детей, из них 13 умерли, как в то время и было принято. То есть дети рождались и умирали, не было антибиотиков, не было достаточно необходимой помощи. Дети часто умирали, не дожив до года. Вот семеро детей у Баха выжило. Из них четверо стали великими композиторами. Иоганн Христиан Бах был самым большим из них. Он проложил мостик между эпохой своего отца и эпохой венских классиков. Потому что когда-то, когда у Иоганна Христиана Баха на концерте сидел полный зал слушателей, среди них был один мальчик, очень милый, совсем махонький. И когда закончилась очередная симфония Иоганна Христиана Баха, сына Иоганна Себастьяна, то этот малыш вдруг скричал на весь зал зону новым голосом. Вот именно такую музыку и надо писать. Кто же это такой? А это и есть махонький Вольган Амадей Моцарт. Иоганн Христиан безумно полюбил малыша. Малыш сидел у него на коленях перед клавесином. На пульте стояли ноты. И Моцарт вписывал в ноты знаки своей первой симфонии. Моцарту тогда было 8 лет. Сразу скажу, что в 8-летнем возрасте он выглядел как 5-летний ребенок. Он всегда был маленький, щупленький, тоненький. И послушайте немножко начало моцартовское. Потому что человеческая цивилизация в таком раннем периоде, в 8-летнем Моцарте, дала собой такую красоту. Послушайте. Моцарт под влиянием сына Иоганна Себастьяна Баха. Что это за произведение? Так, может быть, сделаем остановку тогда? Нет, просто произнесите ее в голос. Значит, это Моцарт, первая симфония. Можете написать ми бемоль мажор. Ми бемоль мажор. Или по латыни. Эс дур. Э-Е-Э-С-Эс дур. Дур как спелается? Д-У-Р. Латинские. Это то же самое, что ми бемоль мажор. Понял. Все записано. Вот, надо будет потом посмотреть. Я еще посмотрю, да. Ну, обязательно есть. Мы вернемся, да. Конечно. Для чего я начал сегодня с этой крохотной части первой, самой первой симфонии Моцарта? До этого времени у Моцарта был уже большой опыт написания музыки. Он написал много сонат для фортепиано, для скрипки и фортепиано. Все началось с 4-х и 5-ти летнего возраста, когда Моцарт писал замечательную музыку. И когда я эту музыку играю часто слушателям, они не верят. Они считают, что это не Моцарт сам написал, а что за него написал папа. Но это не могло быть по многим причинам. Во-первых, в этой музыке есть ошибки, которые папа бы не допустил. Другие говорят, если есть ошибки, значит, папа специально сделал ошибки, чтобы решили, что это его сын. Но это уже вопрос следователей. Для меня нет никаких сомнений в том, что 5-летний Моцарт был достаточно вооружен всеми знаниями музыкальной культуры, музыкального развития. Достаточно вся музыка у него была на слуху, как принято говорить, для того, чтобы всё это написать. Есть такие произведения, написанные 5-летним Моцартом для фортепиано, для клавира, в которых столько остроумия, столько уже чудесного взгляда на мир, что это ясно, что перед нами гениальный композитор. Зачем мне сегодня был нужен Моцарт? А для того, чтобы просто поговорить немножко об одном стихотворении его духовного двойника. А духовным двойником Моцарта я считаю Александра Сергеевича Пушкина. Когда читаешь письма Моцарта к жене и Пушкину, к жене такое впечатление, что им диктовал один и тот же, кто-то третий. Потому что они настолько, не зная друг друга, живя в разных странах, обладая совершенно разными менталитетами, настолько близки друг к другу, что даже в моей книге «Тайный гениев» есть такая картинка. Два человека, оба в париках, как близнецы, вот как зеркальное отражение, и один из них Моцарт, а другой из них Пушкин. И вот просто над ним написано Моцарт, а другим Пушкин. Они стоят рядом. То есть такая у меня была из-за шутка, при которой я хотел показать, что вот гении вообще, они считывают информацию из одних и тех же источников. И вот сейчас, когда мы послушали с вами эту чудную, трехминутную часть Моцартовской симфонии, я хочу прочесть вам один стих Александра Сергеевича Пушкина, который посвящен его очень несчастной любви о графене Закревской. Ну, вы можете узнать подробности биографии о графене. Я только скажу, что это была одна из самых красивых женщин в истории России. То есть несоразмеримо. Эта женщина была очень талантлива, очень ярка, привлекала к себе лучших мужчин того времени и не пропускала лучших мужчин того времени. Многие из них сошли с ума по ней, были ее возлюбленными, и она была открыта. Вот это была такая совершенно свободная женщина того времени, а графена Закревская. И Пушкин ее назвал «беззаконной кометой». То есть поведение а графена вот отсюда в русском языке появилось как «беззаконная комета». То есть все по закону, а это без закона, вне закона. И Пушкин посвятил ей несколько стихов. Один из них, это один из моих любимых стихов русской поэзии, хотя он состоит всего из восьми строчек, которые я вам прочту, но я прочту вам несколько раз, пока не наступит момент истины. Значит, почему а графена Закревская «беззаконная комета»? А потому что она вела себя совсем не в рамках того времени, не в рамках законности света. Она действительно была блестящей, умной, талантливой, яркой, ироничной. Сводила с ума мужчин и сходила с ума по самым ярким и талантливым мужчинам того времени. Пушкин был одно время безумно влюблен в нее, а она выбрала его как своего поверенного и рассказывала Пушкину о своих похождениях. Это было так тяжело для Александра Сергеевича, что он даже написал такое уникальное стихотворение, вот я его перед «Беззаконной кометой» прочту, которое звучит так. «Твоих признаний, жалоб нежных, Ловлю я жадно каждый крик, Страстей безумных и мятежных, Как упоителен язык, Но прекрати свои рассказы, Таи, таи свои мечты, Боюсь их пламенной заразы, Боюсь узнать, что знала ты». Вы слышите, это Александр Сергеевич Пушкин. Это буквально крик во вселенную, потому что он, Пушкин, то уж знал, что он знал. Он-то уж один из величайших специалистов в области сладкогласия, российского сладкогласия. Вообще-то Россия, конечно, это страна удивительная, и та знаменитая мысль о том, что женщины любят слухом, среди русских поэтов реализована до предела. Я помню, когда-то я встретился в Мураново с прапрапраправнуком Тютчева от вот этой знаменитой любви Фёдора Ивановича Тютчева с Денисьевой. Вот этот знаменитейший Денисьевский цикл, лучшая, что написано о любви в русской поэзии после Пушкина. Целый цикл стихов. Ведь Тютчев влюбился в подругу дочери. Это была великая любовь, она родила ему детей. И вот прапраправнук, он был в Мураново хранителем этой усадьбы. Я там разговаривал с ним, и мы понравились очень друг другу. Он повёл меня к себе в свой кабинет и открыл альбом. Этот альбом состоял из изображений самых красивых женщин. Я говорю, а что это за женщины? Он говорит, это те женщины, которых любил Фёдор Иванович Тютчев. Нам удалось собрать большую коллекцию. Это были самые прекрасные немки, француженки, итальянки, русские. Я говорю, скажите, как выглядел Фёдор Иванович? Фёдор Иванович, прапраправнук говорит, он был худощав, вечный красный нос, потому что у него была аллергия на всё, и всё время текло из носа, поэтому всё время платки. Из-за этого отговорил немножко носовым голосом, не очень громким и так далее. Я говорю, ну чем же он брал? Папраправнук посмотрел на меня и сказал, он был сладкоглаз. Вот мне всегда хочется на эту тему говорить о традициях российского сладкоглазия. И, может быть, кому-то не понравится эта мысль, но я когда-то запустил её в одном из своих интервью, она потом в интернет очень размножилась. В интернете Россия будет жить до тех пор, пока есть женщины, у которых эрогенная зона интеллекта. Вот, знаете, это ведь действительно правда. На Западе самый талантливый человек будет говорить, женщина будет рядом сидеть и думать, да, он в своём деле мастер, а я мастер в своём деле, очень приятно, хорошо. А в России, когда, значит, поэт читает свои стихи женщине, она по ней ток идёт, буквально чувствуешь, как ток идёт, да. Но не всем, конечно, это лучшие представители породы российских женщин. Так вот, Александр Сергеевич, когда он разговаривал с Аграфеной Закревской, она доверяла ему свои тайны и, видимо, немножко издевалась над Пушкиным, рассказывая ему так, когда женщина рассказывает о своих страстях, о своих впечатлениях. Вот я вам ещё раз сейчас его перечитаю, чтобы вы вслушались в то, какой крик издаёт во вселенную гениальный русский поэт. «Твоих признаний, жалоб нежных, ловлю я жадно каждый крик, страстей безумных и мятежных, как упоителен язык. Но прекрати свои рассказы, таи, таи свои мечты, боюсь их пламенной заразы, боюсь узнать, что знала ты». Вот видите, таи, таи свои мечты, потом это будет перекличка Стютчевых, да, молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, да, пускай в душевной глубине заходят и всходят они, и так далее. То есть вообще вся русская поэзия между собой удивительно коммуницирует. Вот они все помнят друг друга постоянно, кто бы из них ни писал, всё время помнит предшествующих, всё время ориентируется на высочайший поэтический уровень культуры языка и речи. И вот, наконец, сейчас пришло время прочитать то самое стихотворение, которое Александр Сергеевич Пушкин посвятил Аграфене Закревской, назвав её «Беззаконной кометой». Вот послушайте, сначала я прочту, а потом прокомментирую, ещё раз прочту. Своей пылающей душой, своими бурными страстями, О, жоды севера, межвами, она является порой, и мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленном светил. Почему я говорю, что это один из самых моих любимых стихов? А потому что здесь Пушкин даёт нам музыку, доведенную до совершенства, и показывает, как музыка стиха раскрывает тайные знаки поэзии. Вы, наверное, сразу не услышали, а может быть услышали, что во всех строчках огромное количество звуков «С», кроме одной, как беззаконная комета. Во всех строчках сплошные «С», потому что вы же понимаете, что когда комета входит в земную атмосферу, она издаёт такой звук «С», то есть она гаснет, и вот она как бы, как спичка, «С», «С», и вот Пушкин показывает, что вокруг всё по закону. Вот, своей пылающей душой, своими бурными страстями, ужоны северами, жвами, она является порой, и мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленном светил». Услышали? Услышали, что творится? Услышали, как... Ну, скажете, а что, Пушкин специально это делал? Талант делает специально, рассчитывает. А гений делает это по наитию. У него это само собой, разумеется. Само собой. Вот, посмотрите. «Уж небо осенью дышало» — девять слогов. «Уж реже солнышко блистало» — девять слогов. «Короче становился день» — восемь слогов. Почему? День стал короче. Дальше. «Гусей шумливых караван тянулся к югу» — тринадцать. «Вытянулись гуси». «Приближалось четыре». «Довольно скучная пора». «Стоял на ябрюшу двора». Видите, «приближалось» — всего четыре. Вот здесь разнородная длина строк, потому что разные длинные предметы от пушки написывают. В результате мы читаем. «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день». «Гусей шумливых караван тянулся к югу». «Приближалось» — «довольно скучная пора». «Стоял на ябрюшу двора». «Я обнимаю вас музыкой». Ваш Михаил Казинник.